В студии Несса Дубинина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Две делегации. Цель одна. Турецкие бизнесмены и депутаты в Сухуми для определения путей сотрудничества. Время учиться в России. Презентация образовательного проекта в представительстве Россотрудничества в Абхазии. Мастерство и плюс адреналин. Финал чемпионатов Абхазии-России по эндуро на мотоциклах. 27 октября президент Рауль Хаджимба представил активу Гудаутского района и сотрудникам администрации района нового главу Руслана Ладария. Затем Рауль Хаджимба выехал в Гагру, где представил депутатам районного собрания и общественности, исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района Беслана Борцец. Строительство водопроводной системы Гагры были в центре внимания премьер-министра Беслана Будба в ходе его рабочей поездки в Гагрский район. Будба осмотрел насосные станции, а также присутствовал при укладке водопроводных труб. После посещения объектов глава правительства провел совещание в районы администрации с участием представителей подрядной и субподрядных организаций и других соответствующих городских служб. По данным общеготовность водопроводной системы Гагры сегодня 40%. На строительство водопроводной системы по проекту должно быть затрачено около 730 миллионов рублей. Но эта цифра не окончательна. Беслам Будба подчеркнул необходимость ускорения темпа работ, так как объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце октября текущего года. А в понедельник премьер-министр принял главу миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Встреча носила ознакомительный характер. Джордж Дорандарский поздравил Беслана Будба с назначением и выразил надежду, что новое руководство страны продолжит сотрудничество с миссией МККК. В свою очередь премьер поблагодарил главу миссии за деятельность в Абхазии, отметив, что правительство республики намерено поддерживать миссию и оказывать ей всяческое содействие. Позвольте мне поздравить вас с вашей новой должности, премьер-министра, и одновременно хочу вам и новому правительству Абхазии, кабинету министров тоже, желать успеха в работах, которые перед вами находятся. Мы построили, создали очень хорошее, позитивное отношение с Абхазским правительством и сотрудничали всегда на основе взаимного доверия, уважения и прозрачности. Я хорошо знаю работу Красного Креста в нашей стране. Мы вам благодарны за эту работу, за вашу неустанную работу. Нам бы хотелось, чтобы ваша работа в нашей стране сужалась и сужалась, чтобы ваша работа востребована в других странах, а чтобы мы могли сами развиваться, сами все делать. По всем программам, которые вы делаете в нашей стране, насколько это возможно, наше правительство вас будет поддерживать, и будем сотрудничать и вместе работать. По приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии в Сухум приехала представительная делегация турецких бизнесменов в количестве 20 человек. Среди них владельцы крупной туристической фирмы и магазинов розничной торговли, объектов общественного питания и торговых центров, генеральные директора мусороперерабатывающего завода и текстильной фабрики. Визит бизнесмена в Абхазию носит ознакомительный характер. Они намерены встретиться с главой правительства, чтобы обсудить возможности сотрудничества, посетить ряд курортных и туристических объектов в республике. Сегодня группа бизнесмена возложила цветы к монументу в парке боевой славы. Нам всему надо учиться. Вы знаете, мы по многим вопросам отстали, но то, что у нас было и есть, мы почему-то теряем это принимать гостей. Конечно, если они нам во многих инвестиционных проектах помогут чисто финансово, я думаю, мы тоже... Турция сама достигла вот этого своего уровня расцвета за последние 20 лет. После подробной информации стороны торгово-промышленной палаты, когда был визит в актове президента Геннадия Леонидовича Гагулья, мы получили подробную информацию. И после этого, когда приехали, вот даже первые моменты, когда смотрим, видим, здесь есть потенциал. И также в то время мы знаем, что между Турцией и Абхазией развиваются экономические отношения и торговли, и в других сферах. Так что сегодня наши делегации, среди нас очень многие есть бизнесмены, которые интересуются, уже есть только какие-то решения, даже на каких-то направлениях инвестировать здесь в Абхазию. В Сухоми находится еще одна делегация из Турции, представители парламента одного из районов Стамбула, провинции Картал. Турецкие депутаты приехали в Абхазию для участия в четвертом международном фестивале «Золотая лань», который будет проходить в Сухоми с 28 по 29 октября под патронажем городского управления культуры. Членов турецкой делегации принял исполняющие обязанности главы администрации столицы Адгур Харазия. Подробности в репортаже Белла Кварчия. Группа депутатов посетила Абхазию в составе делегации от Турции, которая будет принимать участие в фестивале. В нее также вошел танцевальный ансамбль «Агон», художественный руководитель которого также была гостем сухумского мэра. Участники встречи подчеркивали важность развития всесторонних контактов между нашими странами, в том числе и культурных. Участники встречи говорили о своей любви к Абхазии и абхазскому народу. Они подчеркивали, что несмотря на махаджирство и войны, культура Абхазии живет и развивается. Гости пообещали, что будут делать все возможное для укрепления связи между двумя нашими странами во всех сферах жизни. В рамках нашего договора и сотрудничества о планах развития между нашими городами и отношениями мы будем делать все, и экономические, и социальные проекты, и не только будем ограничиваться в рамках культуры, спорта, науки и так далее. Также мы, как приглашающая сторона, ждем на нашей территории, будем приглашать. Тут еще и возникает политический вопрос в связи с тем, что Абхазия не признана Турцией. Мы всячески будем стараться, насколько это возможно, чтобы добиваться признания со стороны Турции Абхазии. Фестиваль «Золотая лань» будет проходить два дня – 28 и 29 октября. В нем примут участие около 400 артистов – представители Абхазии, Турции и России. Россию на фестивале будет представлять город Подольск Московской области. В знак дружбы от мэра Подольска был вручен подарок. По завершении встречи все ее участники сфотографировались на память. 27 октября к выполнению обязанностей директора государственного информационного агентства «Пснепресс» приступила Рината Чагава. Нового директора коллективу агентства представил первый вице-премьер правительства Шамиль Адзенба. Пресс-служба МВД сообщает, 25 октября примерно в 4 часа утра из камеры временного содержания отделение милиции номер один УВД по Сухому совершил побег, арестованы по факту кражи решением суда города Сухума Рустам Пимпия. 1989 года рождения, житель села Куланархо Гудаутского района. Ранее судимы за ограбление. Преступление имело место 23 октября. Рустам Пимпия путем проникновения в дом жителя Сухума похитил 2000 рублей и пистолет системы Макаров с 8 патронами к нему. Сейчас страницы истории Абхазии. 25 октября 1809 года родился Соломон Званба, первый абхазский этнограф, профессиональный военный. Погиб в чине подполковников сражения на реке Энгур во время Крымской войны. За свою жизнь внес неоценимый вклад в изучение истории и этнографии абхазов. Труды Соломона Званба посвящены традициям и обычаям абхазского этноса их быту. Первый сборник статей на графические тюды имел свет к 100-летнему юбилею ученого. 26 октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии была проведена Чемчирская наступательная операция. Группе «Скорпион» одновременно с группой «Ласточка» удалось через чайные плантации села Беслаху и Меркола по речке Адзыква выйти к берегу моря и к четырем часам ночи приблизиться к 14-этажной гостинице «Чемчиры», где находились грузинские офицеры и солдаты. В результате боевого столкновения противник был уничтожен. 27 октября 1926 года состоялась третья сессия ЦИК Абхазии, где были внесены изменения в Конституцию СССР Абхазии. Статья 4 закрепила ее суверенные права, а статья 5 гласила, территория СССР Абхазии не может быть изменена без ее на это согласия. 27 октября – день абхазского языка. Абхазский язык за свою тысячелетнюю историю развился и оформился в современный литературный язык. Однако сегодня состояние абхазского языка вызывает определенную тревогу. Как говорят языковеды, только любовь к родному языку, безупречное его знание способно сохранить и спасти от исчезновения наше культурно-языковое наследие. Никакие государственные постановления и указы не смогут увлечь познать свой язык. Дню абхазского языка был посвящен показ в Госфилармонии мультипликационного фильма на абхазском языке, организованных городским комитетом по вопросам молодежи и спорта совместно с инициативной группой «Сохумский киноклуб». Вторая часть мероприятия включает в себя просмотр фильма «Колчеруки». В представительстве Россотрудничества в Абхазии прошла презентация проекта «Время учиться в России». Это первый информационный этап программы, рассчитанный на привлечение лучших абитуриентов со всего мира для учебы в ведущие технические вузы России. Поступить в лучшие российские университеты для всех желающих из Абхазии теперь намного легче. Подробности в репортаже Астанда Арзамба. Проект «Время учиться в России» – уникальная возможность для молодых людей из различных стран мира стать студентами ведущих университетов России. В Абхазии проект реализуется уже второй раз. В прошлом году благодаря этой программе пятеро наших соотечественников стали студентами известных российских вузов. В проекте принимают участие 8 технических вузов в России, среди которых Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики МИСИ и другие. Мы в основном представляем все технические вузы страны. Это было 8 вузов в прошлом году. Вернее, в этом году весной. Что будет в следующем году, по крайней мере, все те вузы, которые были, они будут участвовать. И разговор идет о том, что к нам еще присоединятся вузы, которые хотели бы поучаствовать в данной Олимпиаде. По результатам Олимпиады по математике, которая пройдет весной, отборочная комиссия назовет имена лучших. Они получат возможность выбрать для обучения на бюджетной основе любой из принимающих в участие в проекте вузов. Когда мы приедем в феврале, в марте или в апреле, пока сроки уточняются, тому времени на эту Олимпиаду придут те ребята, которые сильны в математике в первую очередь. Потому что Олимпиада проводится как для технических вузов, так и для вузов, имеющихся технические специальности у себя. Это могут быть различные специальности, начиная от бизнес-информатики, заканчивая математический анализ и администрирование информационных систем. Информацию о сроках проведения Олимпиады, подаче заявлений, необходимых документов и ответы на любые другие вопросы все желающие смогут получить на официальном сайте представительства Россотрудничества в Абхазии. О том, каково количество мест, предоставлено абитуриентом из Абхазии по проекту «Время учится в России» в вузах Российской Федерации в новом учебном году станет известно позже. Хочу вас призвать максимально использовать ресурсы наших сайтов, нашего представителя, сайтов вузов. Мы стараемся размещать там всю подробную информацию. Вы получите более полную и объективную информацию, и у вас будет полное представление о том, как мы будем это проводить в текущем году, в следующем году. Кроме того, в ближайшее время на сайте представительства Россотрудничества будет представлен нулевой вариант математической Олимпиады. Задания на отборочном туре будут аналогичными. Все они среднестатистические, рассчитаны на учеников общеобразовательных, а не специализированных школ. Важным критерием при отборе победителей Олимпиады станут показатели их успеваемости в школе, особенно в профилирующих предметах. Информацию о результатах победители Олимпиады получают оперативно, отмечают родители поступивших в прошлом году по данной программе студентов. Мы приняли участие в Олимпиаде, мы оставили свои контактные данные. Через две недели и в адрес директрисы второй школы, где это проходило, и в личный электронный адрес каждого участника и победителя, мы получили сообщение, что мы в числе победителей. И через какое-то время мы опять получили официальное письмо Россотрудничества Российской Федерации за подписью начальника отдела, что мы в числе победителей и весь список восьми вузов, которым мы получаем право отобрать, куда мы хотим из этих восьми. Вот если вы будете слушать всех своих родных и знакомых, вас кто-то отошлет на Дальний Восток, кто-то в Мидроссии, вы не будете знать, где это правильно составить. Вот здесь мы пришли, нам сказали, где что нужно сделать, с какими документами, перечнями нужно выехать, заранее подготовиться. И мы приехали в вуз, где нас уже ждали. Победители проекта «Время учиться в России» безусловно получат преимущественное право на обучение в элитных технических вузах страны. Однако и тем, кто не сумел выбиться в число лучших участников проекта, открыт доступ к поступлению на общих основаниях. В этом случае участие в Олимпиаде станет дополнительным бонусом абитуриента. Астанда Адзенбатор Некамичева, Абазатова. В Абхазии пройдет открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки», который был основан еще в 2007 году. Фестиваль задействует развитию творческих контактов между кинематографистами и сотрудниками телевидения, оказывает поддержку творческой молодежи, способствует формированию позитивного информационного пространства в интересах политической, социальной и этноконфессиональной стабильности на Кавказе. 8-й открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки». Северного Кавказа «Кунаки» Северного Кавказа «Кунаки» Северного Кавказа «Кунаки» Северного Кавказа «Кунаки» Избранные документальные фильмы и авторские телепрограммы в гостях у Республики Абхазия. Со 2 по 7 ноября. Город Сухом. Абхазская государственная филармония. Уникальные артефакты обнаружили историки на Северном Кавказе. Находка кабардино-балкарских археологов – могильник кабанской эпохи. В одном из них обнаружен меч, которому примерно 3000 лет. Он захоронен рядом со своим хозяином. Раскопки продолжатся весной. Сейчас ученые приступают к лабораторным исследованиям. Археологические исследования в Кабардино-Балкарии и соседних республиках, включая Абхазию, говорят о том, что традиции захоронений во многом схожи. Народы, населяющие Кавказ от Черного моря до Каспия, когда-то имели общую культуру и быт. К такому выводу пришли ученые. Наша соотечественница, студентка медицинского факультета Университета Дружбы Народов Турна Ашхацава заняла первое место в конкурсе любителей оперы. В качестве победителя она примет участие в галоконцерте, который пройдет 3 ноября в Московском театре Геликон Опера. Конкурс любителей оперы был объявлен театром в начале октября. Его цель – приобщение к профессиональному искусству оперного пения любителей музыки, не имеющих профессионального образования. В кастинге приняли участие более 50 любителей оперы от 30 до 80 лет. В Сухуми в минувшие выходные прошел финал чемпионата Абхазии и чемпионата России по эндору на мотоциклах – одного из видов мотоспорта с преодолением сложных трасс. Год от года чемпионат собирает все больше участников, в том числе абхазских мотоциклистов. В соревнованиях в Сухуми принял участие и министр внутренних дел Рауль Лолуа. Рустам Зонтария продолжит. Рев моторов, запах бензина и зашкаливающий адреналин – все это мотоспорт, который пришел в нашу республику год назад благодаря усилиям нескольких энтузиастов. За год этот вид спорта успел набрать обороты. Если первый чемпионат Абхазии по эндору собрал пару десятков участников, в этом чемпионате приняли участие до 60 мотоциклистов. В этом году количество участников увеличилось втрое, потому что это все происходит очень просто. Мир мотоциклистов не очень велик, с одной стороны, а с другой стороны все это передается как по цыганской почте. Люди приехали, это был первый пробный заезд, если вы помните, это было в селе Глада Чемчевского района. Всем очень понравилось, но было высказано пожелание, чтобы каждый год по возможности менять наше место дислокации, чтобы были какие-то новые, и чтобы люди открывали новые места, потому что Абхазия она разная, большая, красивая. Видите, у нас тут очень много уже и зрителей прибавилось, и участников. Со всех концов России к нам приехали уже спортсмены. Ну и в свою очередь мы тоже не стоим на месте. У нас, если в том году я сам принимал участие в заезде, в этом году уже есть много очень наших спортсменов, много это имеется в виду, 4 человека, которые участвуют. И мы надеемся уже в принципе на призовые места, потому что весь год занимались, трудились. Больше участников приехало со всех регионов России, с Украины. Здесь с Абхазией очень много спортсменов, и команда заявилась абхазская, так что можно сказать, что рост идет в Абхазии мотоспорта. Еще один успех – чемпионат Абхазии по эндоро. Уже второй год подряд его финал – составная часть завершающего этапа чемпионата России по этому виду спорта. Вообще, как говорят специалисты, горный рельеф Абхазии создает все необходимые условия для развития мотоспорта. Большинство участников чемпионата представляют самые разные регионы России – от Северного Кавказа до Москвы и Санкт-Петербурга. Второй чемпионат Абхазии по эндоро прошел совсем недалеко от столицы республики. И здесь природа дала мотогонщикам все условия. Правда, немного подвела погода, утренний дождь усложнил прохождение трассы. У вас очень хороший рельеф именно для этого вида спорта. Это самое главное, чтобы не было равнин, а были горы, какие-то естественные препятствия, камни, коряги, ручьи. С рельефом вообще все замечательно. Можно развивать очень хорошо. Много камней. Интересно. Круг должен был быть 40 километров, а сделали 8. За дождя отменили. Мотоспорт по праву считается одним из самых зрелищных видов. И в эти выходные в предгорьях столицы дефицита в зрителях не наблюдалось. Среди множества болельщиков известный в Абхазии адвокат Иван Зарандия. Он пришел поддержать сына Астамура, одного из четырех спортсменов Абхазской сборной. Мой Астамур сегодня принимает участие на этих конках. Это хорошая вещь. Много молодежи с нашей республики принимает участие. В прошлом году тоже было в Ачимчирском районе проведено это мероприятие. В этом году и здесь. Это хорошо, ребят. Многие республики, многие областей, краев Российской Федерации принимают здесь участие. Побольше бы нам таких мероприятий. И побольше бы наши дети принимали участие. Мы очень надеемся, что у нас все будет получаться. И впредь, если мы проведем без сучка, без задоринки еще раза два-три подобные чемпионаты, мы, я думаю, что вполне можем замахнуться на чемпионат Европы. В рамках чемпионата разыграно больше десяти различных номинаций. По итогам двух дней турнира абсолютным его чемпионом стал московский мотогонщик, чемпион Европы по эндуро Дмитрий Паршин. Надежды наших болельщиков оказались не напрасны. Абхазская сборная завоевала третье место в классе профессионалов. Рустам Зонтария, Турник Амичба, Абаза ТВ. 20-й международный турнир по вольной борьбе на пресс-мастера спорта международного класса чемпиона Европы и СССР Ача Худова пройдет с 28 по 30 октября в Гудауте в спортивном зале «Дюш» официальной церемонии открытия турнира 29 октября. В Сухоми с 28 по 31 октября пройдут 10-е юбилейные военно-спортивные игры «Айра». Мероприятие проводит Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики совместно с Министерством обороны в артиллерийском полку. Игры являются республиканскими и проводятся среди учащихся общеобразовательных школ Абхазии. 28 октября на республиканском стадионе пройдет финал Кубка Абхазии по футболу между командами «Нарцухом», «Афон», «Новый Афон», «Начало игры» в 14 часов. Завершение выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, 28 октября в столице ожидается переменная облачность с температуром воздуха днем плюс 21, ночью 14 градусов тепла. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин